Второй вопрос. ФМУФА, ну так зовут нашего подписчика, спрашивает. Один из результатов событий на Куштау, передача Соды государству, разве это не хорошо? Ну вообще, очень философский вопрос, действительно. По результатам всех вот этих событий на Куштау 2020 года, компания Соды была изъята из собственности вот этих вот странных акционеров, которые проживали в то время в основном во Французской Республике и переданы государству. Крупнейшее в мире производство Соды было по сути национализировано. Относиться к этому можно по-разному. Ну да, кто-то там из тех, кому не светит ни зарплата, ни какие-то преференции от Соды, могут там ну просто кричать ура и воздух чепчет бросать. Просто так, потому что, ну вот мне нравятся им капиталисты, там вот эти вот социал-демократы в душе. И, дескать, ну пускай это будет государственное. Ну можно и так реагировать, да, безусловно. Такая реакция, кстати говоря, очень многочисленная, таких людей много. Но давайте вдумаемся в сам процесс. По сути, были попраны основные каноны и основные принципы государства. Речь идёт о неприкосновенности частной собственности. Если у вас были вопросы и претензии, ну к тому, как вот эти вот товарищи получили, заполучили вот эту Соду себе в собственности, ну хорошо, если для этого у вас же как бы в вашем распоряжении есть самый справедливый в мире суд. Ну обращайтесь в суд, обсудите там, как это происходило. Представьте доказательства, там опровергните какие-то, ну там, не знаю, там доводы и прочее, прочее. И решите, ну согласно законодательству, что да, это было, представьте, вот глубинный народ, он сидит такой с пивом на животе и такой, да, правильно, у буржуев отобрали, правильно, правильно. А завтра придут к ним и скажут, знаете, а ваша квартирка вот эта вот, а вы ей владеете неправильно, и мы её теперь забираем у вас. Они скажут, о, минуточку, как же так, это же наша квартирка. Они скажут, нет-нет, вот, смотрите, есть авторитетное мнение, вот, понимаете, вот где собака порылась. То есть относиться вот к этой национализации вот с точки зрения того, что да, ура, ура, это всё нам досталось, это не нам досталось. В конечном итоге это всё досталось Ротенбергам. Путин забрал, ну, каких-то неведомых, там, троих пацанов, там, из 90-х, которые, да, правда, с какими-то вопросами это всё дело, как бы, приватизировали, и отдал своим нормальным пацанам, которые, ну, лучше тем, чем те пацаны. Собственно, что изменилось-то? Да ничего. Вот вам ответ ФМУФА на ваш вопрос. Получилось довольно длинно, но зато качественно. Продолжение следует...